В среду текстильщик на своем поле встретился с московским Солярисом, аутсайдером турнирной таблицы первенства. От этой команды болельщики красно-черных ожидали оглушительного поражения ивановцам. В москвичи приехали с новым тренером и новой тактикой на игру. Сейчас мы чуть-чуть стараемся перестраивать игру. Раньше они играли в один футбол, мы сейчас во время сезона пытаемся перестроить. За две недели это, конечно, тяжело, но мне очень понравилось, как ребята отбирали, как ребята перестраивались, как ребята держали мяч. Соперник держался действительно уверенно. Со стороны распознать, кто из двух команд аутсайдер, было практически невозможно. Красно-черные же не раз за игру делали ошибки. Видимо, сказывалось давление предыдущих неудач. Несмотря на то, что текстильщик настойчиво штурмовал гостевые ворота и, несомненно, создавал голевые моменты, неточность пасов ивановских игроков дала москвичам массу возможностей для атаки. Один из ключевых эпизодов матча произошел в конце первого тайма. Эдуард Булия в этом противостоянии получил небольшую травму. Но текстильщик, благодаря ошибке вратаря Соляриса, заработал право на пенальти. Этот гол и решил судьбу матча. Ведь как ни старались и сколько бы ни имели возможностей для этого, забить ни одна из команд так и не смогла. Оценивая игру своих ребят, тренер гостей назвал этот матч лучшим из всех, что они проводили при нем. Дмитрий Парфенов не был так доволен игрой своей команды, но увидел положительную тенденцию. Наверное, не то качество игры, это все понятно. Нам сегодня важно было победить. Победить. Одного мяча нам хватило. При неяркой игре, тем не менее, моменты были. Видите, четыре матча мы не могли выиграть. Давило на ребят. Они волнуются, переживают все, поверьте, так же, наверное, как и мы все. Поэтому очень важная для нас победа. В турнирной таблице текстильщик поднялся после этой игры до седьмой строчки. Но главная команда прервала череду неудачных матчей. А в психологическом аспекте для футболистов это гораздо важнее. Возможно, не самая яркая домашняя победа сможет вернуть текстильщик в игру. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.